Привет, друзья, это шоу Деньги не спят. Ситуация на рынках вроде как остается стабильной, даже как-то благоприятненько все выглядит, особенно на зарубежных площадках, несмотря на те новости, которые каждую неделю поступают. Уж шквал негатива сыпется со всех сторон, прям туча сгущается по всем фронтам. Но до рынков, до инвесторов пока доходит все как до жирафа. Поэтому сегодня попробуем все это дело обсудить, пробежаться по всем опережающим показателям, индикаторам, что говорят техника, биржевой индексы. Давно не было вообще Global Macro, поэтому сегодня будут ставки и прогнозы с прицелом чуть дальше, на май, на лето, где ожидается, на мой взгляд, самый-самый писец на всех рынках акций. Поговорим о грандиозном укреплении российского рубля, о появлении новой фигуры в техническом анализе. Видел, да, там спадская башня нарисовалась. Главное, чтобы в подводную лодку она не превратилась. Надеюсь, что нет. Также обсудим распаковку новых санкций на этой неделе по отношению к российским компаниям. Ну и что же делать российским инвесторам, у которых есть долларовые накопления? Куда идти с этими долларами? Никуда, никуда. Ты на этой неделе разбогатела? Нет, Василий, на этой неделе у меня убыток. Бумажный, бумажный, бумажный. Слушай, тебе надо уточнять, смотря в какой валюте, потому что в рублях, наверное, счет просел, зато в долларах ты стала богаче, согласись. Ну, Васюш, у меня происходит валютная переоценка, вот, и несмотря на это и в рублях, и в долларах наблюдается просадка, потому что у меня же все-таки есть определенные активы, и IT-сектор у меня здесь представлен в таком грандиозном выражении. Поэтому сейчас ты об этом говоришь, и мы это обсудим. Я сижу в каше, недели две-три назад было там 4 миллиона, было 40 тысяч долларов, сейчас ничего не делая, стало на счету 50 тысяч долларов. В рублях чуть просел счет, в долларах стал богаче на десяточку. Стратегия тоже работает. У тебя зарплата в рублях? В рублях. А у тебя в чем? Ну и отлично. Ну и отлично. Ладно, давайте пробежимся. Много новостей. Техника. Американский индекс S&P 500 продолжает буксовать вблизи отметки 4500 пунктов, там, где 200 дневная, сказать, средняя. Ну, с точки зрения техники ничего. Просто боковик, по сути, уже сколько? Год длится. С августа прошел в год. Ну, чуть меньше года. Слушайте, я зашортил по 4600, буду сидеть до отметки 4. 4 в этом году увидим, готов спорить со всеми. 4 увидим, это минимум, минимум. Если 4 пробьем, там, конечно, уже Степана Геннадьевича Димура позовем, с ним погадаем. Вот. Но с учетом того, что будет происходить, я сейчас тоже все это поясню, почему. Ладно. Ну, пока цели, конечно, 4200. Это первая цель коррекции. Там посмотрим, может быть, шорты прикрою. Посмотрим. Квартал закончился. Скоро начнет сезон отчетности. Начнем разбирать компании, корпорации, как отчитываются. Малейшее разочарование, минус 5% падения выручки и минус 20, минус 30 будем наблюдать. Поэтому впереди много будет возможностей, берегите свои деньги. Поддержка со стороны байбеков иссякает, как ни странно. А то многие говорили, в этом году будет новый рекорд по байбекам. Триллион, триллион двести, триллион триста. Да нет, вот первый квартал закончился. Хорошо, минимальный за 5 лет байбеки. По итогам квартала. Это квартал-квартал. Динамика. Минимум за 5 лет. Я думаю, что у компании начнут сейчас проблемы еще больше. И денег на байбеки они будут направлять еще меньше, что понятно. Поэтому это не поддерживающий фактор риска. Ну и негативный сигнал со стороны тоже такой технический момент хороший. Количество компаний, торгующихся выше 200-дневной средней. Ну, я имею в виду, что кто находится, сколько компаний находится в даунтренде. Все равно дивергенция, которая продолжает у нас набирать обороты уже с марта месяца, она как была, так и осталась. Это плохой технический сигнал. Ну, аналогично, я говорю, мы сейчас будем разбирать. Мы находимся вот здесь вот, да, даже вот сентябрь, да, мы находимся вот здесь в сентябре 2018 года. И вся ситуация текущая напоминает сейчас сентябрь 2018 года. Что было потом? Октябрь, ноябрь, декабрь. Откройте графики и посмотрите, что было с акциями, с компаниями, с индексами. Все зеркально, один в один. Здесь тоже плохой абсолютно сигнал. Ну, как вы видите, когда ускоряется пробой вниз, количество компаний в даунтренде уходящих 50 или становится, или 60, это все. Рынок целиком, индексы начинается, собственно, сыпаться. Поэтому здесь тоже ничего хорошего нету. И NASDAQ. Ну, слушайте, пока около 14 тысяч держимся. Первый уровень такое сопротивление поддержки, где мы сейчас находимся. Ну, я вот первой цели 12. Там будем уже смотреть, и что будет в мире происходить. Ну, как минимум до 12, и низы текущие мы перепишем в ближайшем месяц 2-3. Дальше пока загадывать как бы не хочу. Мертвый крест как везде висел, так и висит. Пересечение двухсотдневной, пятьдесятдневной, скользящей. Найсфанк, мамонты, хай-тек мамонты в США, с точки зрения техники, идеально отработали отскок мартовский, да, вот до уровня сопротивления 7 тысяч. И сейчас разворот отсюда рисуется вниз. С какими целями, я уж не знаю. Все эти компании по таким мультипликаторам в США торгуются, что им падать на 30-40% элементарно. В Фейсбуке, Пейпэл, всякие Нетфликсы уже упали на 50. Ну, вот давайте еще всякие Амазоны, Гуглы, Эпплы тоже на минус 40 хотя бы. Пусть отъедут. Не надо, не надо сейчас смеяться. Вася, просто тут мне до этого спрашивал, ну что ты, выросла, разбогатела? Все, фанку, Павел, ты же помнишь, что я избрала. Ну, а зачем? Нет, зачем, потому что долгосрочно, опять же, обсудим что-то с тобой более детально. Но, тем не менее, сейчас вот именно, поскольку у меня большая доля аллокации на IT-сектор, сейчас, конечно же, у меня наблюдается переоценка в этом сегменте. Этот год не для IT будет, да, мы прекрасно понимаем. И этот год вообще о заработке говорить тяжеловато, главное сохранить деньги. Или просто выждать хорошего подходящего момента. Ну, кстати, я выслушала выступление Кэти Вута на своем, скажем, канале, и она говорила о том, твоя любимица, Васюш, я просто поддерживаю нашу беседу. Да она хайпанула, давай. И знаешь, о чем она говорит? Что высокие технологии, они способны помочь компаниям, странам, бизнесам преодолеть текущий кризис. Поэтому, поэтому IT все равно будет в моем портфеле. Вот смотри, ну, с Кэти Вут, с ЮАРКовским фондом, я говорю, все низы она пробила, которые я отмечал, там все. Да, в марте неплохо восстановилась. Ну, и Рассел 2000, да. Вот мы видим прекрасно, в марте хорошая динамика была по компаниям малокапитализации. Ну, посмотри, буквально, как на этой неделе маленькие компании опять начинают сыпаться. Как только, как только, соответственно, будет пробить предыдущий минимум, вот столько, как минимум, отмеряете, это приличная величина. То есть все компании на 40-50% малокапитализации упадут. И арковские фонды еще новое дно обновят все абсолютно. Я же ей говорю, я тоже набирал их, думал под отскок брать, но побоялся сидеть в зарубежных активах, поэтому продавал. Поэтому здесь... Ну, ты знаешь, у меня малышей не так много. Все-таки у меня там и Microsoft, и Intel, и Риш. И так далее, и так далее. Как в 2018 году сейчас кварталика будет падать? Будет падать все. Да, я с тобой согласна. Причина такая же, такая же, как и в 2018 году. Давай я ее озвучу, потому что на этой неделе в среду опубликовали минутки, ну, протокол совещания ФРС, другими словами. Что же было в этом протоколе? Прежде всего, негативная новость для рынка, для инвесторов. Это на повестке каждого последующего заседания ФРС будет стоять повышение ставки на 0,5%. Кроме этого, согласована расчистка баланса на 95 миллиардов долларов ежемесячно. И если мы к этой жесткой ястребиной политике ФРС приплюсуем проблемы с инфляцией, проблемы с энергетическими поставками, с ценами на нефть, на газ и так далее, то в совокупности американский рынок становится для меня, как для инвестора, не инвестиционно привлекательным. Поэтому в ближайшие пару кварталов я точно воздержусь от инвестиций в этот регион и, скорее всего, произведу некую ребалансировку внутри своего портфеля. Безусловно, об этом я буду еще рассказывать. Ну, пара кварталов, не пара кварталов. Можно обрушить все из-за квартал, как мы в 2018 году видели. Ну, иными словами, просто Фед сказал, друзья, уносить, вот с красной зрябкой такой вышел, уносить ноги с рынка на ближайшие месяцы. Мне кажется, это цитата была не другими словами, именно так. Да, да. Ну, еще раз, понятно, фондовый рынок сейчас пойдет как в жертву, во благо сдержать инфляцию в США. Я много раз говорил, выборы промежуточные в Конгресс осенью, соответственно, чтобы демократы с треском не проиграли, нужно хоть как-то обуздать инфляцию. Потому что, глядя на вот эту картину, ладно, там, хрен с ним, там, телефоны дрожат или что-то, но когда у тебя цены на еду переписывают просто историческим максимумом, а некоторые страны сейчас будут на, не знаю, там, ну, голод в некоторых странах будет, блин, это похлеще сейчас карибского кризиса, то, что творится в мире. И это с ускорением сейчас будет еще продолжаться. Вот это люди, потребители и люди просто, которые голосуют, там, избиратели, да, уже не переварят. Ты им никак не объяснишь, когда, блин, просто пожрать не можешь купить. Поэтому вот это пугающе. Поэтому все, фикснем с фондовым рынком, нужно просто кинуть все силы на обуздание инфляции. Конечно, в жертву уйдет фондовый рынок. Ну и, конечно, вот просто на этой неделе еще вышел цены на дома, казалось, потребитель уже не может покупать по таким ценам ипотеку. Уже к пятерке, по-моему, США приближается по таким ценам ипотеку. Но стоимость домов, индекс ценного кейса Шиллера в 20 крупнейших штатах, пожалуйста, он опять начал расти. Он не падает. И пока вы не предпримите все меры, не упадет ничего. Даже ваши вот эти стратегические запасы про нефть, то, что вы распродаете, сейчас тоже об этом поговорим. Короче, нужны более существенные меры. Изымать ликвидность, повышать ставки. Ну, это хана фондовому рынку. От фондового рынка, кстати, зависит пенсионный фонд и, соответственно, и пенсионеры в США. И если перегнуть планочку, там вообще коллапс начнется. Но это не в этой передаче, это в следующем. Ладно, давайте теперь просто к цифрам. Несколько моментов. Торговый баланс США тоже вышел на этой неделе. Абсолютный антирегорд за последние 22 года. Причем второй месяц подряд минус почти 90 миллиардов долларов. Почему так Америка все стремится на этот европейский рынок газа? Все хочет сюда больше экспортировать? Им надо больше экспортировать. У вас сальдо отрицательное. В годовом исчислении триллион почти дефицит, соответственно, дефицит торгового баланса. В год триллион набегает. И посмотрите, как Трамп пришел, и теперь Байден пришел. Все ухудшается, ухудшается, ухудшается. Надо как можно больше экспортировать, меньше импортировать. Чего сделать Америка не может. Пытается, все для этого будут делать, но не получится им даже до нуля выровнять его. Триллион. Переходи к самому интересному, к этим синтетическим методам. Вот здесь вот самый важный момент сейчас. С прицелом на лето. Просто поймите, что нас сейчас ожидает. Рыночный долг, по сути, там, да. Ну, во-первых, вот ФРС в своих записках отметил, знаете, момент. ФРС признает, что с ликвидностью на рынке облигаций все не очень хорошо. Они это признают. Они видят там большие проблемы. Рыночный долг в Америке вырос с начала текущего года уже на 750 миллиардов. Еще на триллион приблизительно он вырастет до конца финансового года, до сентября. Еще на триллион. Средства на балансе Минфина, вот я показываю, полтриллиона. Итого где-то к лету, к июню, к июлю, Минфин все эти денежки истратит. И где-то летом начнет занимать на рынке эти деньги. При том, что и так рынок долга, там, процесс обрушения. Это худший квартал для рынка долга в мире за последние 50, наверное, лет. Худший квартал завершился. Распродаж тотально в мире. Фондовые рынки пока еще стоят. Пока стоят. И летом Минфину вынуждены будут занимать минимум еще 500-600 миллиардов долларов на рынке. И замать ликвидность. И давайте сюда добавим, да, то есть с июля по сентябрь где-то Минфин займет 500 миллиардов. Придется занять 500 миллиардов. И давайте сюда еще добавим миллиардов 300-400, которые выкачают от системы ФРС посредством расчистки баланса. Итого 800-900 миллиардов долларов где-то с лета до осени, до сентября будет изъято из рынка. Помимо цикла повышения процентных ставок во всем мире. А еще ведь ЕЦБ, который приостановит печатный станок. Вы понимаете, какие проблемы будут с ликвидностью и вообще с бандами, с долговыми рынками? Вы думаете, выстоит рынок акций? Нет. Самое интересное все впереди. Самое интересное все впереди. Рынок долгая, картинка красивая. Я же вам вот рисую. Вот прям вот с июня прошлого года, да, постоянно каждую неделю показываю эту картинку. И говорил, что кончится все как в 2018 году. Ну вот все, вот он был. Все началось когда? С сентября 2017 закончилось все в сентябре, по сути, 2018. Год развивалась ситуация, которая говорила нам, что скоро обвал. Она год развивалась. По сути, мы подошли к финальной точке, да. Осталось просто рынки. Когда начали падать? Финальная точка была достигнута. Рынок облигаций отыгрался в сентябре, а рынок акций когда у нас рухнул? С сентября, октябрь, ноябрь. То есть все, то же самое сейчас, рынок долга практически все уже отыграл. Это ужесточение, ухудшение ситуации. А теперь в ближайший месяц 2-3-4 отыграет это все рынок акций. Один в один зеркальная картина, как в 2018 году. Все. Десятилетки 2,6%. Десятилетные облигации 2,6%. Кстати, на этой неделе, ну за последние несколько дней, да, не на этой неделе, а на прошлой неделе, случилась та самая инверсия. Все, доходность коротких облигаций двухлетних стала, доходность стала выше. Десятилетних, да. Вот этот график, инверсия опустилась, ну ниже нуля. Спират опустился ниже нуля. Сейчас он подскочил, ну бог с ним. Goldman Sachs говорит, ничего страшного, сидите в акциях. Обычно рынки, глядя на инверсии, когда инверсия случается, рынки реагируют через полгода. А полгода типа сидите. Ну это бред. Не слушайте Goldman Sachs. Да, обычно, да, в 2000 году рынки среагировали на все это спустя 3-5 месяцев. В 6-7 году рынки среагировали с лагом, рухнули почти год, да, прошел после инверсии. Инверсия, которая была в 2019 году, рынки с запозданием на 4-5 месяцев среагировали оба 20-го года. Но сейчас, я думаю, не будет времени 5-6 месяцев. Я думаю, все с мая и начнется. Сейчас не надо слушать. Много добавили, потому что, Гриш, там с 20-го года происходило расхождение. Я как инвестор и в 20-м, и в 21-м году все-таки инвестировала. И на это были фундаментальные причины, почему можно было входить в рынок. Там не было такой экстраординарной инфляции. Поэтому да, вот сейчас вот, безусловно, вход в американский рынок в настоящий момент, там в ближайшие кварталы. Тем более, что на носу отчетность очень опасна. Я тоже не рекомендую. И самое интересное, не знаю, вот многие спрашивают защита. Я не знаю, есть ли хоть один защитный актив, который выстоит. Ну, просто вот мы берем ситуацию 4-го квартала 2018-го года. Посмотрите, 95 активов вообще торгующихся в мире закрыло в 2018-м год в минусе. В 4-й квартал закрыло в минус все. То есть я не вижу, нет ни золота, ни биток твой любимый. Поговори про него. Вряд ли станет защитным активом. Смотри, вот что делаешь ты? Вот, ты говоришь, ты в кэше. В каком? Ну, сейчас дойдем до моего портфеля. Юань на все накупил от безвыходности. Так бы доллар купил, а так и юань купил. Вот, погнали. Друзья, вопрос на самом деле максимально актуальный, потому что у меня в портфеле, сейчас покажу аналитику по валютам, порядка 52% именно приходится на доллар. Из них на активы, вот, наверное, около все-таки 30%, может быть, чуть ниже, приходится на рынок именно акций США. И максимально актуально вопрос вот именно, что делать дальше. Например, те люди, кто покупали доллары, кто закупался долларами там в период вот именно вот этого шока, который был во феврале, во марте. Я здесь специально вывела, скажем, биткоин на Аплазм, потому что, безусловно, это может быть некой точкой для диверсификации. Я не рекомендую, то есть вот продолжая вот эту мысль про биткоин, в 100% вкладываться в биткоин. Абсолютно нет. Моя личная вот стратегия по криптопортфелю в прошлом году была до 10% от капитала переложить именно на криптоактивы. Но принимая во внимание, что падение рынка S&P 500, ужесточение монетарного регулирования в США, безусловно, негативно повлияет и на стоимость биткоина. То есть мы будем видеть падение в битке тоже. Но для российского инвестора, кто, скажем, приобретает эти активы, максимально важно управлять этим портфелем. Есть ряд сложностей. То есть прежде всего это официальная позиция наших российских регуляторов на крипту. Потому что буквально вот вчера, в пятницу, в четверг была опубликована новость о том, что ФНС идет в сторону регулирования и приравнивает криптоактивы к имуществу. Ну может приравнивать. Да, может. То есть говорят, что в весеннем чтении, скорее всего, этот законопроект будет принят. И это позитивная новость для инвесторов. То есть когда есть регулирование, значит, ты уже сюда можешь идти, инвестировать, отчитываться в налоговые органы, потому что там оборот свыше 600 тысяч рублей подлежит уже декларированию. Это, в принципе, для меня окей, хорошо, как диверсификация может быть. Потому что главное сейчас — это управляемость активов. То есть вот... Не, ну если они это приравняют, если это все утвердят, тогда появится, может быть, и доступ через российских брокеров, и тогда так же все будет налогообложение, как и по всем обычным активам биржевым. То есть заработал ты что-то на биткоине, все, у тебя брокер сам будет рассчитываться, брокер может стать налоговым агентом по криптовалютам, если он будет представлять этот сервис. Ну не зря же Тинькофф купил криптобиржу. Мы об этом с тобой тоже говорили. Ну ждем регулирование. Какие-то позитивные тенденции идут в этом плане. Ну вопрос точки входа. Понятно, что не сейчас. Ну смотри... Куплю по 10. Все, поняла. Потому что на фоне падения S&P биток дойдет до 30-ки. Окей, прорвет 30-ку, следующая цель технически 10. По 10 я готов купить, выше не хочу. Биткоин — это не единственный криптоактив, который стоит и можно покупать, Василий. Если сделать там некий фильтр по капитализации от большего к меньшему, то там, конечно же, есть и эфиры, и стейблкоины, которые привязаны к доллару. Другие пузыри, в смысле? Вася, успокойся. Не перебивай, Иру. Не перебивай меня. Другие стейблкоины, другие криптомонеты, которые привязаны к фундаментальным бизнесам, которые же помогают в этой индустрии вообще как-то существовать и действовать. А можно вопрос? Нет, дай мне закончить. Погоди, возможно, есть ответ на такой вопрос в моей дальнейшей речи. Погоди. Просто когда слово «фундаментал» проскакивает вообще, на фундаменте сейчас фундаментал тяжело вообще найти, и на российском, и на зарубежном вообще. Сейчас фундаментал вообще сложно применить к тому, что происходит вообще в мире. Я знаю, ответ на твой вопрос. Вася, как российский человек может купить недвижимость в Дубае? Путем перевода через крипто, вот эти сети и так далее. И здесь вот именно фундаментальный фактор, друзья. Поэтому когда ты покупаешь недвижимость... Ты хочешь купить недвижимость? А ты не хочешь? Я знаю, ты хочешь в Китае, поэтому ты покупаешь. Ты хочешь на пенсию накопить, я помню. Ребята, что важно? Вот этот график, это, скажем, кривая принятия новых технологий, и здесь она применима к биткоинам. О чем говорит этот график? Что когда проникновение криптоактивов в, скажем, в регионах, в стране, в мире глобально низкое, то есть вот там до 20%, то слишком рано входить в этот рынок, потому что технология может себя не оправдать. И такое мы видели. Но когда проникновение уже начинает увеличиваться от 20% и выше там, то мы здесь, конечно же, можем уже идти в сторону инвестирования, долгосрочного вложения. Это может быть интересно. Потому что сейчас, если взглянуть на карту, то, конечно же, там страны, где галлопирующая инфляция, типа там Нигерия, они давно уже используют крипту как средство расчетов. Сейчас идет, скажем, увеличение. Инфляция обнищается. Зарплату получил биткоин по курсу 40, через месяц он 10. Слушай, ну уже сейчас оплачивают аренды квартиры, там покупают недвижимость именно за крипту. Что еще делать? Поэтому, друзья, пока мы еще не пришли к отметке 90, это еще может быть интересная история. Более того, есть такие механизмы, как а-ля депозиты в крипте, где ты под 19-20% на 120 дней можешь положить как раз-таки свои активы. Но важный момент, опять же, это в крипте ты можешь зарабатывать, но сам актив, сама крипта может падать. Coinbase, который я внимательно рассматривала и изучала, сейчас тоже подвергается там коррекции, и, конечно же, он тоже будет падать. Что еще по поводу биткоина? Важный интересный момент, что читала исследования, где 45% инвесторов впервые купили крипту в 2021 году и планируют ее приобрести в 2022. Это значит, что когда уже очень много инвесторов приходит, тут может быть пузырь. И Bank of America как раз-таки вот тоже публиковала в последнем отчете не пузырили это сейчас в крипте. Поэтому, возможно, твоя отметка в десяточку может быть и обратной. Поэтому, друзья, диверсификация. Вот о чем мой посыл. Я всегда против покупки тех активов, где зашло очень большое количество пользователей. Потому что когда мне аргументы приводит Вася, в битке сидят крупные банки, фонды. Да! Именно поэтому я и опасаюсь. Потому что когда у них начнутся проблемы с деньгами, они будут продавать. Вот если бы они не сидели, никого бы не было, я бы его покупал. Но когда все сидят, а момент, когда на рынках происходит стресс, нужно кэш, будут продавать и золото, и биткоины. Без разницы что. В этом и есть суть. Слишком много уже сидит крупных игроков в битконе. А емкость рынка очень маленькая. В отличие, блин, от долгового или фондового. Потому что кому-то обкэшит 10-20 миллиардов, простите. Ну, Вась, не сравнивать. Это не кнопку нажать. Вась, долговой рынок, это рынок, где, скажем, проникновение там уже максимальное. Там 100% сидят в долговых рынках. И там доходности не могут быть там 20%. Я понимаю, я понимаю. А здесь, соответственно, 20%, 22% средняя. Когда все в узкое горлышко стада все бежит на выход, ты понимаешь, что происходит. Лопаются пузыри. Лопаются пузыри в этот момент. Да. Вот. Ладно. Стрессовые индикаторы пока до стресса не созрели. Поэтому, собственно, на фондовом рынке-то еще плюс-минус такое более-менее болтанка и затишье. Доходность мусорных облигаций. Ну, оно не откатывает. Она будет только ухудшаться, расти. Их будет распродавать все сильнее и сильнее. Реакции на рынки пока нет. Ну, наверное, появится, я много раз говорю, пробьем отметку 7. Конечно, фондовый рынок Америки с ускорением пойдет вниз. Ну, а мусорные компании, соответственно, вдвойне по 40-50% начнут падать. Причем минус 50, а следом еще минус 50, а следом еще минус 50. Такое может до бесконечности быть. Кто не понимает, да? Да, вот. Индекс финансовых условий от Goldman Sachs. Ну, тоже пока нам не говорит о том, что прямо на рынке уже глобальная попа. Нет. Пока все более-менее с ликвидностью еще нормально. Пока нормально. Как только начнут расчетать баланс, будут совсем другие показатели и будет стресс. Поэтому здесь тоже, поэтому рынки еще более-менее нормально держатся. Но глобальная ликвидность, индикатор основной для рынков, это попитка. Именно то, на чем она растет. Снижается, снижается уже с, простите, ну, сколько там, месяца два. У нас 103 триллиона было, уже 101. Ну, как, я думаю, как к отметке 100 подойдем и вниз пробьем, наверное, все. Тоже это будет сильнейший уже негативный сигнал. Ну, в принципе, Фед как начнет баланс расчетать. Все понятно, все понятно. Ликвидность будет весь этот год иссякать, будет падать. В 2018 году достаточно было упасть, по-моему, на 2, на 3 триллиона, да, чтобы случился стресс на рынках. Сильнейший стресс. Все акции упали почти на 50%. Ну, сейчас вот 103, 101. На 2 триллиона пока упали. Ну, тоже 3-4 упадет. Все понятно? Денег новых больше не будет. Их будет меньше. Немцы. Держу шорт от 15 тысяч. Ну, протестировали. На этой неделе начали откатывать вниз. Тоже первая цель 13. Там дорога вниз дальше. Я не знаю, где. Если 13 пробиваем. То есть шорт от 15 тысяч по DAX я держу на других зарубежных счетах. Там или у клиентов, у кого есть возможность. Потому что DAX зашортить через российских брогеров нельзя. Спред между доходностями, спред между десятилетками Италии и Германии и Италии пока тоже не сигнализирует стресс. Да, тут надо проявлять отметку 2. То есть, ну, видим, что в любом случае это все скачкообразно будет. Европейский рынок долга тоже находится под сильнейшим давлением. Там тоже идут распродажи. Просто и по надежным, и по мусорным. Ну, мусорная-то Италия. Скоро в Италии ситуация будет намного быстрее ухудшаться, чем в Германии. Поэтому тоже здесь все созревает. К лету, поверьте, все созреет. Везде все созреет. Все индикаторы будут просто в космос улетят. Поэтому вот так вот. Ладно. Самое интересное — Китай. Китай, геополитика вокруг Китая. Это еще один черный лебедь, который по ходу, к сожалению, по ходу, ну, наверное, прилетит в этом году еще. Для всех фондовых рынков. Потому что это будет черный лебедь для всех фондовых рынков. Судя по тому, что происходит. На этой неделе, кстати, в четверг, вон, да, должна была спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, да, полететь в Китай. Договорится еще насчет очередного там поставки оружия и всего того в Китай, в Тайвань, прошу прощения, да. Китай предупредил, что если Нэнси Пелоси долетит до Тайваня, да, мы очень жестко ответим Америке на этот шаг. В пятницу выяснилось, что Нэнси Пелоси подцепила ковид и не полетела. Пока, как бы, ситуация там, ну, вот она стабилизировалась, азиатский рынок на это очень сильно реагирует. Недели ранее, недели ранее, китайские представители уже сделали сильнейшее предупреждение еще одной Америке, потому что Америка согласовала поставки зенитно-ракетных комплексов Петри, вот американские ЗРКшки, в Тайвань. Они накачивают Тайвань оружием очень сильно, ну, и, соответственно, все понятно. В Блумберг и многие статьи уже тоже приблизительную дату, начало противостояния, анонсируют август-сентябрь месяц, ну, я текущего года. Я об этом тоже много раз говорил, осенью съездком партии, на которой надо выдвинуться зенпиня на следующий, по-моему, шестилетний, по-моему, там срок. Вот, поэтому все начнется до этого времени, июль, август или сентябрь, начнется противостояние за Тайвань. Не звучит, как черный лебедь, звучит, как ожидаемая история, на самом деле. Ну, это будет черный лебедь для фонда Охринга. И самое интересное, в четверг ночью по России, да, выступал Джанет Йеллен, экс-глава ФРС. Сейчас она управляет Минфином США, да, это, я еще раз говорю, второй человек в американской экономике. По сути, я бы даже первым назвал, именно она управляет американской экономикой сейчас. Китай столкнется с санкциями, аналогичными санкциями, аналогичными санкциями против России, если вторгнется в Тайвань. По сути, еще раз говорю, это, ну, это все равно, что Байден сказал, Йеллен, как бы, понятно, тот же месседж доносит. Ну, все понятно, поэтому заварушка, когда начнется, будет противостояние уже в плане экономики и санкции Америка, Китай. Ну, а там можно паралич такое в мире натворить, что если там Китай начнет просто торпедировать бизнес американских корпораций, которые там заводы и пароходы все там строят, все заводы там Apple и все остальные, полупроводники, я боюсь даже представить, что в мире будет. Вот. Поэтому на фоне всего этого, конечно, те потепления отношений между регуляторами китайским и американским, комиссией под самым бумагами между регуляторами, можно перечеркнуть, вот, потому что вроде как все булки расслабили, что никакого делистинга не будет, дали добро китайским компаниям представить всю информацию, забудьте. Как только начнется противостояние, все китайские акции, так же, как, ну, как с Россией поступили, вы исключат, заблокируют на Америке или исключат из индексов, из, они же торгуются в индексах и в NASDAQ входят китайские акции. Поэтому я думаю, что это вопрос решен, это вопрос времени. Все Алибабы, Байду, все GD-комы, все будут удалены из акций. К этому надо быть готовым, я же об этом предупреждал и по российским акциям. То же самое, если там будет начнется противостояние, но с учетом того, как это все развивается, накачивают оружие. Китай уже вооружение накачал на соседние острова столько, что мама родная, и Америка столько же. Поэтому все готовится к концу лета. Поэтому забудьте вы про инвестиции в Алибабу, во все это. Я сижу запертый в этом ETF, он у меня есть на счету, ничего сделать не могу, но он никуда не делизит. Он в случае делистинга компании, он, конечно, просядет, но он никуда не денется. Поэтому в нем еще можно хоть как-то сидеть. Ну и сам Китай, китайский индекс тоже чувствует себя не очень плохо. Я так понимаю, отметки падения может быть до уровня 2018 года, в принципе, в этом году. То есть здесь китайские акции могут рухнуть прилично на фоне обострения. Да и в экономике все плохо. В Китае ковид, сильнейшие начинают развиваться. Посмотрите на деловую активность и производственную сектору услуг. Просто все, в отрицательной зоне, все рухнуло, все рушится, экономика рушится. Активность в производственном секторе Китая 40 годовая. Все, под откос пошло. Сейчас, ну, может быть, кстати, на этих выходных уже придет новость, или на следующих, что ставку Китай еще понизит. Ну, надо, надо понижать, надо понижать. И почему китайский рынок не растет, несмотря на накачку ликвидности, как ни странно. Ну, вот, самый основной индикатор для фондового рынка Китая. Индекс избыточной ликвидности в китайской финансовой системе. Он выше нуля не может подняться уже с 2018 года. Поэтому нету драйверов роста для фондового рынка. Это и основной индикатор для фондового рынка. Если он выйдет в положительную сторону, фондовый рынок Китая будет расти. А так нет, а так мы не видим. Ну, и, соответственно, Юань. Наша любимая история. Юань, да, я просто покажу. У меня, да, два счета. Вот там, где я на обоих счетах все рубли, которые были, просто в китайский юань конвертировал. Потому что доллар с 12% на комиссию покупать не хочу. Рубль, конечно, укрепление чрезмерное. Кстати, евробакс тоже, посмотрите, 80 отметка. Ну, все технически, и доллар, и юань, и евро ровно укрепились до своих уровней поддержки. Все, здесь как бы по технике отработали. Вот она, как это там, башня-то я бы звала, да? Спасская, да. Спасская башня, да. Да, она везде, и на долларе, и на юане, и везде. Ну, с учетом того, что там комиссии, здесь нету, я, конечно, юань. Не таких, как я, но то же самое, что делал я, очень многие это сделали, судя по статистике. Да, конечно. Да, вот. Я допомню, что на самом деле это касается и не только частного инвестирования, это касается также и бизнеса, потому что банки-контрагенты отметили, что за последний месяц увеличилось вдвое количество счетов, открытых в юанях, и количество транзакций. То есть именно оборот увеличивается. Мы здесь говорим не только про экспорт из России, то есть экспортеры, которые получают, скажем, доход в юанях, но мы говорим и про импортеров, про ребят, которые оплачивают поставку товаров, услуг, комплектующих тоже в юанях. Поэтому, безусловно, как бы, мне кажется, ставка на юаня, она вполне может быть. Ну, все спрашивают, во-первых, про рубль, докуда он может укрепляться. Он может укрепляться в теории еще долго, я не знаю, докуда, пока, соответственно, не предпринет Центральный банк что-то. Ну, когда месяц назад, да, я на стриме говорил, он когда был доллар 110-115, говорю, будем 95, 85, 75. Объясните мне, как рубль сможет падать, когда заперли просто все возможные варианты для спроса на валюту, когда экспортеры ежедневно продают там 2 миллиарда, условно, долларов, а покупатель на такой величине нет. Как? Как рубль может падать? Никак. И это будет продолжаться до бесконечности, пока что-то не поменяется. Да, ставку снизили, наверное, снимут ограничительные меры, может быть, эта комиссия 12%, но это не поможет рублю. Единственный шаг это экспортерам, наверное, снизить объем продажи валюты с 80 до 40%. Такой вариант тоже возможен. Но, опять же, это все равно будет огромная величина продажи долларов, соответственно, конвертации долларов на рубли. И спроса на доллар с такого срона не будет, чтобы перекрыть все эти конвертации экспортеров. Поэтому это тоже не придет в замкнутый круг. Да, да. Раньше ЦБ выходил с интервенциями на рынок и покупал валюту. Правильно? Правильно. Теперь он его сделать не может. Он может в электронном виде покупать, но физически валюту, он больше ни ЦБ, ни Сбербанк, никто не может. Все, все курсчета заблокированы. Доступ к долларам заблокирован. Поэтому наш ЦБ не может выходить с интервенциями для того, чтобы предотвратить укрепление рубля. Может быть, 60-30. Васюш, успокойся. Может быть. Слушай, ну я не против. Так должен смеяться, не знаю, там, собственник нефтеперерабатывающего завода. Но не ты, Васюш. Тут какой-то вообще парадокс, конечно, получается. Тут частично эмбарго наложили на нас, да, то есть вроде как долю экспорта теряем в продаже нефти, газа и вообще сырья. Да, многие страны отказываются. В то же время, несколько дней назад вышла статья в Блумберге. Они посчитали, что доходы, нефтегазовые доходы России в 22-м году достигнут 320 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем годом ранее. Вот парадокс, да? Надо с вот этих доходов заплатить нормально налогов. Да, поэтому, конечно, сальтеровый баланс у нас будет положительный, причем рекордно положительный. Поэтому, конечно, рубль просто обречен пока даже укрепляться. Импорт заморожен, экспорт будет рекордный в этом году. Но обольчаться не стоит, потому что долю рынка, конечно, Россия дальше будет терять, я думаю, какое-то время будет дальше терять. Просто пока цены хорошие, высокие, да, даже с учетом тех скидок, дисконтов, которые мы продаем, цены пока хорошие. Поэтому позволяют хорошие деньги заработать больше, чем в том году. Вот парадокс. Но я вот говорю про «Газпром», кстати, меня там не поняли, в комментариях было много. Я против «Газпрома», еще раз. «Газпром» сейчас выглядит как спекулятивная, краткосрочная идея, может быть, там на месяц под дивиденды, если он заплатит, конечно, дивиденды. Вот, потому что сейчас с апреля «Газпром» перешел на новое цене образования газа, уже будет не по 250, продавать, а ближе к 1000 долларов будет газ продавать «Газпром». «Газпром», вот, контракты пересматриваются раз в квартал, поэтому, да, у «Газпрома» выручка, конечно, вырастет, потому что экспорт так сильно не сократится. Но я, говоря к тому, что «Газпром» это больше не инвест-идея, я имел в виду «Горизонт» 2-3-4 года. На этом «Горизонте» «Газпром» долю рынка будет терять все больше и больше и больше. Газ в Европе «Газпром» когда-то стабилизируется, поэтому цены начнут снижаться, а долю рынка «Газпром» долгосрочно будет терять. Поэтому вот просто... Ну, вы знаете мою позицию, друзья, я не согласна с Василием, что мне кажется, что все-таки... Пока можно посидеть, но это не долгосрочная большая идея. Вот. Ладно, евро-рубль тоже 80, это все понятно. В «Паске башни» мы видели. Момент риски китайского юаня в случае эскалации, многие у меня вот клиенты тоже спрашивают, потому что я вот-вот свой счет второй, да, показываю тоже. 87% запихнул все в юань. Юань по 12,6 где-то, по-моему, среднее купил. Все, сижу на 100% почти в юанях везде. Вот. В случае эскалации китайский юань, конечно, будет падать. Но, по большому счету, отток капитала из Китая уже как год идет мощнейший. Поэтому в случае эскалации большого оттока капитала я из китайской экономики не жду. Поэтому падение я не сильно не жду. Но падение на 5-7% китайского юаня по отношению к доллару, конечно, может быть запросто на фоне конфликта. Хотя посмотрим, кто в этом конфликте еще проиграет и выиграет, да. Китай ответить может так Америке, что американская экономика ляжет, а не китайская. Поэтому давайте уж я бы кросс-курс китайский юань к доллару бы отдельно бы вообще рассматривал. И здесь может выйти вообще не так, как хочет Америка все. Трамп что не пытался, не стал ничего делать, потому что невозможно. Нефть, от которой тоже зависит рубль и российский фондовый рынок, ну слушайте. Да что там Трамп пытался, при нем внешние торговые взаимоотношения с Китаем даже возросли. Поэтому у него получилась даже обратная реакция. Я вот показал, да, дефицит торгового баланса США, да, он сейчас на рекордных отрицательных отметках. Он и при Трампе ухудшался, и сейчас ухудшается. Ничего Трамп не смог сделать. Ничего. Поэтому и сейчас текущая администрация ничего сделать не может. Вот. Нефть. Конечно, здесь тоже парадокс. Сейчас я поясню, какой. Но все вы знаете, Америка для того, чтобы обуздать инфляцию, единственный вариант, конечно, остается просто массово выбросить огромное количество нефти. 180 миллионов баррелей настолько распечатает стратегические запасы Америка. Да, это приличная величина по миллиону баррелей в день. К ней присоединяются все сотрудники МЭА, Международное экономическое агентство. Итого еще 60 миллионов сверху с других. Итого 240 миллионов баррелей будет распечатано и вылета на рынок, условно, в бряши полгода. Ну, нефть, конечно, до 80 могут ушатать, особенно при падении китайской экономики. Согласен. Краткосрочно. Краткосрочно. Но потом мы увидим, я боюсь, нефти по 150 и по 200. Если посмотреть сейчас фьючерсы через год, на март 23 года, они ни хрена не падают. Они даже некоторые там растут, если чуть дальнее посмотреть. Потому что все прекрасно понимают, сейчас вы очень много из стратегических резервов распакуете, а потом начнете все это пополнять обратно. Потому что и так резервы мировые находятся, мировые резервы находятся на минимальных отметках. Поэтому все, что сейчас делается, это может сыграть злую шутку потом, чуть позже. Но самый парадокс, мне нравится все-таки вот этот Европа, вот это завоевание рынка сбыта газа. Байден, вот, блин, хотел как лучше, получилось как хуже. Потому что замкнутая мировая экономика, вы все плавите в одной лодке сообщающиеся сосуды, надо показать, как работает Байдену, блин. Парадокс. Америка добилась, чего хотела. Теперь она будет свой сжиженный природный газ поставлять в Европу. Причем объемы какие-то фантастические. Объемы, говорят, те, которые у них физических нету. Но, соответственно, когда об этом зашла речь и все, все стало готово, посмотрите, что начинает происходить с американским рынком газа. Он подбирается к историческим максимальным отметкам. А дальше будет сейчас ракета. Чем больше газа из Америки пойдет на экспорт в Европу, тем меньше газа будет в самой США, тем выше будет стоимость газа. И разгон инфляции продолжится с новой силой. Молодцы! Молодцы! Замкнутый круг. Все. Вот. Сейчас вот тройная вершинка с 21-го года. Ну вот 6 и туда на 8, на 9, на 10. Не исключаю. Не исключаю. Если вы создадите дефицит, если вы сейчас на экспорт будете дохрена в Европе поставлять, у вас у самих дефицит начнется. Все, беда в Штатах. Поэтому весело все. Весело. Ну и давай, нефть-газ. Надо завершить российским рынком, раз нефть-газ. Здесь тоже новости. Давай я назову это кусочком адекватности. Потому что на самом деле определенные хорошие новости по российскому фондам рынку есть. Безусловно, за счет укрепления рубля мы сейчас видим, что индекс РТС, он восстановился, отрос, но в текущий момент там плюс 4 с лишним, да? Да, ну побольше за неделю, да. Не, побольше за неделю, проценту 8, наверное. Идем дальше. На этой неделе я приобрела расписки ТКС-групп, и на это был ряд причин. Прежде всего, 6 апреля Госдума одобрила закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний. Но он будет распространяться не на все расписки, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Сейчас дам ряд поясений. Здесь мы видим список, которые попадают под этот закон. То есть они зарегистрированы на территории Российской Федерации, и инвесторы этих расписок получат акции, которые уже, соответственно, торгуются на московской бирже. Но есть ряд бумаг, имитентов, которые зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, в том числе и ТКС-групп. Это весьма позитивная новость для меня, потому что у меня есть лишние доллары на счету, и я верю в потенциал бизнеса Тинькофф, и мне кажется, это хорошая инвестиция с долгосрочной перспективой. Более того, по Тинькофф вышли ряд корпоративных новостей на этой неделе. Прежде всего, Тинькофф приобрел банком, это софт по банкоматам. То есть я понимаю, что компания имеет фокус на внутреннего клиента, что в текущих условиях, безусловно, хорошо. И также были новости о том, что Совет директоров головной структуры на Кипре проголосовал за передачу акционерного контроля над российским бизнесом, российскому менеджменту во главе со Станиславом Близнюком. И это тоже позитивная новость. Во-первых, потому что это никак глобально не отобразится на бизнесе ТКС-групп, а второй момент, что это позволит российскому менеджменту быстрее и безопаснее реагировать на изменения глобальной конъюнктуры в условиях санкций. Поэтому это хорошая новость. И более того, друзья, сейчас ты, Вась, тоже поделись со зрителями, вышла тоже хорошая, позитивная новость по вот этим вот ребятам, по расконвертации для нерезидентов. Ну да, такая полуинсайт, хотя новости эти вышли от разных товарищей из биржевой индустрии, да и у меня есть клиенты, которые подтвердили тоже данную новость. Минэкономразвитие прорабатывает схему о расконвертации АДР. Поскольку запи закрыт для нас Евроклир, можно договориться с другим контрагентом это Бэнков Нью-Йорк. По сути, у него вся эта клиентская база, все эти сведения тоже есть на руках. Других вариантов просто нет. Соответственно, я уже пояснял, чтобы нам расконвертировали, надо, чтобы на взаимовыгодных условиях Бэнков Нью-Йорк согласился, соответственно, нам расконвертировать и предоставить всю эту клиентскую базу. Но взаимовыгодные условия, на мой взгляд, подразумевают, что и нерезиденты должны получить не просто фантики, сейчас несят в расписках, потом получат какие-то фантики рублевые, в которых будут сидеть. Нет, взаимовыгодные условия, на мой взгляд, подразумевают, что нерезидентам дадут обкэшиться хотя бы в рублях. И, судя по всему, движения пошли, потому что у меня два клиента подтвердили тоже, что пришло предписание, Бэнков Нью-Йорк собирает сведения с контрагентов, соответственно, кому предоставить эти расписки под конвертацию. То есть процесс действительно начался. Он к концу апреля должен в какую-то финальную фазу выйти. И мы должны понять, там, наверное, Минэкономразвитие нам пояснит техническую схему, по которой будет весь этот процесс происходить. Но еще раз, вы должны бояться того, что нерезидентам дадут возможность продать. Даже если им дадут возможность продать в рублях, какая разница, это будет достаточно. Тот же Сбербанк может упасть и до 100, до 50, до 30 рублей. В моменте может все быть, если нерезиденты, там, индексные фонды сидят, которые как только получат, они им расконвертируют, поменяют расписки на акции. Но акции они не имеют права держать по своей инвестиционной декларации. Поэтому как только они получат на акции на счет, они сразу же нажмут на кнопочку продать. В тот же день все продать. И это сделают почти все. Поэтому что будет в моменте, когда это случится, имейте просто в виду. Поэтому я буду ждать в сторонке еще несколько недель, пока эта ситуация будет в какое-то понимание. Потому что российский индекс ММВБ рублевый может спокойно процент на 30, 40, 50 упасть за 1-2 дня, если дадут появиться такая возможность. Ну, вот по поводу Сбера. Вот у нас график. И более того, Сбер на этой неделе попал под санкции. На самом деле клиенты, кто имеет брокерские счета в Сбере, они будут переведены к другим брокерам. Но в целом, вот для меня эта новость, вот то, что ты сейчас обозначил, звучит как максимально позитивная. Потому что вот эти бумаги, они очень активно отскочили. И если будет возможность докупить их, то безусловно. Да нет, но если Сбера уйдет, там ближе к 50. Ну, слушай, я куплю на все деньги просто Сбера и с прицелом на пару лет вперед, на три года. Может быть, будет крутой подарок. А еще есть два фактора. Один триллион рублей от ФНБ еще пока не распакован. И второй фактор. На самом деле ряд компаний уже дают свою отчетность. И мы сегодня об этом тоже поговорим. И, в принципе, позитивная отчетность и позитивные прогнозы на 22-й безумно кризисный год. Я хочу еще момент уточнить. Я больше чем уверен, что не резидентам дадут, наверное, такую возможность продать именно в рублях. Но вот то, что им дадут возможность уйти за рубеж, ну, конвертировать рубли в доллар, нет. Я думаю, что такую возможность не дадут. Мы прекрасно понимаем, почему. То есть это будет продажа на спецсчетах, которые ввели в рублях. То есть продал, ну, получил за одну расписку четыре акции Сбербанка. Продал их там по 130, 120, 130. И все. Эти рубли у тебя будут заморожены на отдельном счету. Все. Но выйти, конвертировать рубли в доллар, они резидентам не дадут. Ну, тоже важный момент поясню, что почему будет продажа. То есть наверняка у зрителей вопрос, а зачем тогда продавать, почему не сидеть? Потому что, опять же, есть постановление со стороны США, что запрещается американцам инвестировать в Российскую Федерацию. Вот. Поэтому, скорее всего, будет осуществлена продажа и будет давление на котировки в моменте. Да, Ириша, там одних индексов фондов будет достаточно. Ну, и фондов, да. Что у нас дальше? Также вышла отчетность, годовая АФК-система. Потрясающие, на самом деле, результаты. И ты вот, Васюша, говоришь, ну, что там, что там, там, отчетность хорошая, долг и не уменьшается. На самом деле, пока так и есть. Прирост по выручке, там, плюс 17%. Лучше всего в периметре АФК-система показала себя агрохолдинг степь, там, плюс 70% роста. Вот. Ну, и долговая нагрузка увеличилась, там, порядка 14% за счет облигаций. Идем дальше. Озон тоже. Озон опубликовал отчетность. Очень хорошая отчетность. Там бумаги в моменте, там, взлетели довольно-таки неплохо. Самые ключевые цифры на сегодняшний момент это рост оборотов от продажи товаров и услуг, плюс 127% год к году, плюс 133% квартал к кварталу. Позитивные моменты, да, это рост числа активных пользователей, но негативный момент, это, конечно же, убыток, что компания до сих пор является убыточной. Позитив технологии. Слушайте, ну, я, да, на мероприятие не ходил, но отчет, отчет и прогноз. Правильно, без меня на такие мероприятия не ходи, молодец. Отчет за последний квартал, по сути, продался ожиданием, которое я говорил, там, рост выручки, там, на 30%. Ну, прогнозы по бизнесу, я говорю, с учетом текущей конъюнктуры, ну, в этом году бизнес может вырасти процент на 50. Они дали прогноз на 60. Кстати, Озон, Озон плюс 80% дал прогноз, тоже важный момент. Но здесь, как я и говорил, с отметки 1000, ну, максимум апсайд, вижу, 20-25% на этот год. Даже с учетом роста бизнеса на 60%. Чтобы акции дальше росли, выше 1200-1300, нужно ежегодно расти с темпами бизнеса по 40-50% в год, чтобы оправдать текущую капитализацию. Вот и все. Поэтому здесь 1200-1300, пока, друзья, мне кажется, все объективная оценка. Будет там 800, да, покупать, если закрытие гэпа, вот там одного хотя бы будет. Ну, если вдруг, если вдруг. Я выставлю себе колокольчик на 800, так и будет. Переходим к Америке, да, друзья? Потому что мы с тобой говорили, сезон отчетности будет скоро. И вот тоже важный момент, что когда Штаты вводили санкции, они оценивали как бы это введение, негатив от введения санкций, типа до 3% от, скажем, EBIT, от выручки. Но сейчас пошла публикация ряда компаний. Exxon оценивает там порядка 4 миллиардов долларов эффект от ухода, там, скажем, из России. Дж.П. Морган или Голдман там тоже кащают. Там Дж.П. Морган и 1 миллиард. То есть, по сути, сейчас это идет уже цифра не в 3% от EBIT, это идет история гораздо больше. Это идет порядка там 4,5-5%, а в условиях вот этой, скажем, такой, скажем, фундаментальной картинки по Штатам, это может быть и гораздо больше. И Америка вообще не особо привлекательна вот именно в ближайшие пару кварталов, ребят. Тем более сезон отчетности, я думаю, там все будут эмоциональны. Мы график Диснея показываем, потому что Диснея тоже объявила о полном уходе вообще с российского рынка. Значит, вообще все франшизы, ну почти все, не почти, а 90% мирового контента основного, который показывался в кинотеатрах или там крутилось на стриминговых сервисах, принадлежит Уолту Диснея. Пипец. Все. Мы больше не сможем ни посмотреть новинки, ни посмотреть старые фильмы, ни мультики. Забудьте. Что нашим Максимом показывать? Вопрос, да? Слушай, ну Диснея это одна из немногих компаний, да, вопреки всему, которую я буду покупать. Несмотря на коллапс на фондовом рынке, там то, что я жду с прицелом на этот год, я, это единственная компания пока, ну не единственная, у меня есть около, наверное, семи компаний, там Unity Software, там Disney, там, ну условно такие вот. Я Digital Turbine по-прежнему на откате буду брать. Есть несколько компаний от Disney, в том числе одна из них. А G1? G1 и так у меня есть, я держу G1. Ну, там, в других счетах, кто видит, тот знает. G1 держу, конечно, и буду увеличивать. Disney от 120, в общем, я буду подбирать. Бляшья цель пока 120 и буду агрессивно подбирать, может быть, до 20% готов долю вообще на всех счетах Disney увеличить, потому что все-таки хороший бизнес. Отлично, поехали дальше. Starbucks. Кофе отстой. Кофе отстой. Без первого, что хочу сказать. Согласен. Я три года уже об этом говорю. Согласен. Но невкусные, отстой. И цена невкусная. И, да, да, на этой неделе объявил, что байбэк завершил досрочно, ну, и акции резко пошли вниз. Нет байбэка, нету роста. Все. И цена этому Starbucks, с учетом его мультипликатора, вот, 60 он был, вот туда пусть возвращается. Все. Ну, опять же, Starbucks тоже ушел из России. Тоже интересно посмотреть, что же там будет. О, кстати, тоже хайповая новость, там, Илон Маск, твой второй любимчик после Кати Вуд, вошел в совет директоров Твиттера. Там до 2029 года, там, прям надолго засел парень. Блин, обидно, Твиттер я очень много напирал. У меня же во всех портелях Твиттер тоже был, около 30-очки, я большую долю набирал в Твиттере. Ну, все продал, я говорю, вот тоже одна из тем, которая очень круто отыгралась, ну, продал и боялся риски заморозки, поэтому... Кати Вуд сидит, да? У него маленькая доля в Твиттере. Ты говорил, что она продавалась убытками в какой-то момент. В Твиттере, да. Ну, в общем, не знаю, новость хайповая, но у Маска там какие-то нововведения, редактирование теперь можно будет, там, да, что-нибудь там Атом написал, потом стер, в общем, новые фишки в Твиттере теперь появятся, короче. Я думаю, что он привнесет дополнительно развитие Твиттера, это факт. Может быть, за доджи-койны можно будет что-то брать. Ну, да. Ну, что? Что? Не ждала? Ну, можешь мне объяснить, что мы такое не знаем, что знает Уоррен Баффет, а? Я вот понять просто не могу. ХП, ну, ладно, ну, неплохо. Уоррен Баффет, пожалуйста, пишите комментарии в этом видео, мы очень много ждем. Ну, что он такое, блин, знает про компанию, что он решил сейчас, да, на таких пиках, там, на 4 миллиарда, что ли, не так много же для него, но зайти в долю. Конечно, там, на рекордных объемах акция процентов на 10 прыгнула. Ну, вот странно. Ну, ладно, Баффет за последние 5 лет много ошибался. Ладно, может быть и здесь. Ну, просто не зависит. Не завидуй, не завидуй, что вот, что-то произошло. Ему уже пофиг вообще на доходности, если честно. Ну, мы молодые инвесторы, нам не пофиг, поэтому мы держим руку на пульсе и стараемся, чтобы вы тоже, друзья, не терялись, не терялись. А, ну, да, давать еще пару слов буквально про Алроса. Алроса тоже попала в пятницу под санкции, стало известно все. Ну, я предупреждал, господи, две недели про Алроса говорил, это же все понятно было. Поэтому он минус 12 в пятницу падает уже. Вот. Сказать, знаете, кто в пятницу растет? Сейчас я вам скажу. Единственная компания, которая есть в портфеле клиентов, как ни странно, Ростелеком, он сегодня тоже растет, он рос на 10% в пятницу. Новость пришла, что Америка дала послабление в плане поставок телекоммуникационного оборудования и софта. Нет проблем. Пользуйтесь, покупайте дальше. Поэтому здесь, конечно, позитив для МТСа, для Ростелекома. Ну что, друзья, на этом все. Теперь начинаем молиться на юань, чтобы отрос. Блин, если что, я нам поможу туда, уеду. Ничего страшного. И рубль. Хорош уже, прекрати. Ну хватит, ну реально. Ну поняли все, ты самый сильный в мире. Ну хорош, завязывай, правда. Все, друзья, это было шоу Деньги не спят. Хороших вам выходных, следующей неделе плодотворной. Берегите себя, копите рублей. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.